Привет всем любителям поговорить о книгах, и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим про книги, прочитанные мной в последнее время. И прежде чем мы перейдем непосредственно к прочитанным книгам, я хотела сделать небольшое объявление. Объявление очень радостное, по крайней мере для нас, буктюберов, и я надеюсь, что для вас, зрителей, тоже оно окажется очень-очень приятным. Дело в том, что 14 мая этого года, уже через две недели, мы будем проводить вторую благотворительную книжную ярмарку BookTube for Pets. Те из вас, кто был на нашей первой благотворительной ярмарке, которая состоялась в октябре прошлого года, уже знают, что это такое, но если вы не были, то сейчас я вам расскажу, что это. Итак, BookTube for Pets это благотворительная книжная ярмарка, в рамках которой мы, буктюберы, продаем свои поддержанные, а также абсолютно новые книги для того, чтобы помочь двум благотворительным фондам. Первый фонд это Сильная Лара, которому мы уже помогали в прошлом году, и второй фонд это Не Просто Собаки. Оба эти фонда занимаются помощью бездомным животным, больным животным, и обязательно ознакомьтесь с их деятельностью, потому что она заслуживает не только огромного уважения, но и всяческой поддержки. И я оставлю ссылки на их социальные сети, на их сайт, внизу под этим видео. Ну и кроме того, еще я вам сейчас расскажу про наш сайт. Итак, в этом году мы решили вырасти. Мы уже взяли два благотворительных фонда, которым мы хотим помочь. И кроме того, ярмарка будет проводиться в намного большем помещении, чем в прошлом году, а конкретно в помещении Space Design завода Flacon. Начало ярмарки будет в 12 часов дня, и закончится она в 7 часов вечера. То есть у нас будет аж целых 7 часов на то, чтобы выбрать книги, пообщаться, пофотографироваться вместе, отдохнуть, а также угоститься бесплатными угощениями. И для того, чтобы посетить нашу ярмарку, мы вас очень сильно просим зарегистрироваться на нашем сайте, который называется booktube.ru. На этом сайте присутствует как сама регистрация, форма регистрации, которую мы вас просим заполнить, потому что нам нужно рассчитать количество гостей. От этого зависит количество еды, которую мы будем приобретать, ну и также, в принципе, сама организация этого мероприятия. Чтобы нам все сделать максимально хорошо, нам нужно знать, сколько человек и в какое примерно время придет на ярмарку. И также на нашем сайте вы найдете супер подробную информацию, как про фонды, которым мы помогаем, так и про блогеров, которые участвуют. А это, кстати, более 25 ваших любимых книжных блогеров. И вообще про то, как состоится ярмарка, где состоится ярмарка и когда. Поэтому обязательно заходите на наш сайт booktube.ru. Ссылка на который будет внизу в инфобоксе под этим видео. Читайте всю информацию, смотрите на то, какой наш сайт красивый. И, конечно же, регистрируйтесь на ярмарку. Ну, а самое главное, приходите к нам 14 мая. Мы с вами посмотрим на книжки, продадим книжки, купим книжки. Просто хорошо проведем время, повеселимся и пофотографируемся вместе. Кстати говоря, если вы блогер и хотите помочь нам в организации, хотите поучаствовать в организации этого мероприятия, то мы всецело приветствуем вашу инициативу. Пожалуйста, свяжитесь со мной, либо с любым другим организатором BookTube for Pets. Если вы зритель и вы тоже хотите поддержать нас книгами, если вы хотите принести книги в хорошем состоянии для того, чтобы они продавались на ярмарке, все средства, от которых будут направлены в помощь благотворительным фондам, то мы также приветствуем вашу инициативу. Пожалуйста, приносите книги, мы их с удовольствием у вас примем и затем продадим на самой ярмарке. И также я хотела бы выразить просто огромную благодарность нашим партнерам. Это самые крупные российские издательства. Список издательств, партнеров также есть на нашем сайте. За их просто огромную поддержку в организации этого мероприятия, потому что без их помощи у нас бы ничего не получилось, наверное, в плане нашего именно роста. То есть в этом году мы планируем, что это мероприятие будет намного более масштабное, чем в прошлом году, и они нам в этом очень здорово помогают, в частности, предоставлением помощи в виде книг и так далее. Так что, ребят, очень надеюсь на ваше участие. Обязательно заходите на наш сайт booktube.ru, регистрируйтесь и приходите к нам 14 мая. Ну а мы, наконец-то, с вами сейчас поговорим про прочитанные книги. И, наверное, первой книгой, на самом деле здесь нет какого-то четкого порядка, станет Стивен Кинг и его Страна Радости. Эту книгу я вам показывала не так давно в ролике про книжные покупки, и она такая небольшая, в общем-то, поэтому прочитать ее удалось очень-очень быстро, буквально за один вечер. Страна Радости — это трогательная история о взрослении, о первой любви, и такая, знаете, история с детективным уклоном. В принципе, мне показалось, что эта книга довольно сильно похожа на многие другие произведения Стивена Кинга, потому что здесь присутствуют вот прям в лучших кинговских традициях и мужчина с разбитым сердцем, и ребенок с необыкновенными способностями, и симпатичные девушки, и, конечно же, большая тайна. Может быть, как детектив это не самое сильное произведение Кинга, и уж точно это не самое сильное произведение Кинга как триллер или как ужас, даже, скорее всего, ужаса здесь или триллера очень-очень мало, здесь мало мистики, но, тем не менее, как психологическое произведение, оно оставляет, ну, довольно такой заметный след в душе после прочтения. Мне очень понравились рассуждения Кинга, и я могу сказать, что, ну, точнее, не Кинга, а главного героя, что, конечно, этой книгой Стивен Кинг еще раз мне доказал, насколько он является мастером именно глубокого психологизма, насколько ему удается интересно и правдоподобно строить рассуждения, основываясь на каких-то воспоминаниях своих героев, причем каждый раз совершенно разных. Мне кажется, что Стивен Кинг замечательно справляется как с любым женским персонажем, так и с любым мужским персонажем, неважно, какого возраста, какая предварительная история у этого героя, но, тем не менее, ему удается просто максимально полно и интересно создать образ любого человека, что просто ни секунды не сомневаешься в его реальности и всецело погружаешься в книгу. В общем, как всегда, огромный поклон Стивену Кингу, мне безумно понравилась эта книга, как, впрочем, и многие другие книги этого автора. Следующая книга из прочитанного это «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Ее автор это Элиезер Ютковский, специалист по искусственному интеллекту. И вообще, вот это произведение, оно очень известно в определенных кругах на данный момент, ну и, в принципе, оно уже очень известно. Если вы до сих пор о нем не слышали, то я вам крайне рекомендую с ним ознакомиться, ну или, по крайней мере, узнать про него побольше. В общем, что это такое? По сути, это фанфик, который публиковался отдельными главами в интернете с 2010 года по 2015 год. Фанфик рассказывает об истории Гарри Поттера, ну, в общем-то, про первый его год пребывания в Хогвартсе, но немножко с другой точки зрения, с точки зрения как раз методов рационального мышления. По истории, которая представлена в этом произведении, Петунья, если вы помните, это мачеха Гарри Поттера, точнее, нет, она не мачеха, она его тетка, но по сюжету именно этого произведения она становится его приемной матерью. Она выходит замуж не за Дурсля, а за профессора Оксфордского университета. Ну и, собственно, они усыновили Гарри Поттера, он их единственный ребенок, он их любимый ребенок, и они его воспитывают именно с точки зрения ученых. Они прививают ему способность к рациональному мышлению, они прививают ему логическое мышление, и также учат его всегда руководствоваться методами научного познания в любых областях. И Гарри Поттер попадает, соответственно, в Хогвартс, все там ставят под сомнение, и вся история его пребывания в Хогвартсе идет совершенно по другому пути. Почему эта книга столь известна в различных сообществах профессиональных, прежде всего? Потому что эта книга является своего рода путеводителем именно по рациональному мышлению. Если вы хотите как бы рассмотреть немножко в такой, может быть, игровой, более художественной форме вообще, что такое рациональное мышление, что такое логика, какие-то фундаментальные проблемы рационального мышления, фундаментальные логические проблемы, то я вам очень рекомендую ознакомиться с этим произведением. Вообще оно намного более масштабное, это всего лишь первый том, но я с удовольствием прочитаю дальнейшую историю Гарри Поттера и его рационального мышления, потому что это просто потрясающе. Может быть, сейчас я как-то, знаете, немножко скомканно про это рассказала, потому что впереди у меня еще три тома, но, по крайней мере, в будущем я думаю заснять отдельное видео на эту тему, потому что это вселенная, это что-то совершенно необыкновенное, это то, чего не было до сих пор, наверное, еще в мире фанфиков и вообще в литературном мире, и это то, что однозначно заслуживает отдельной темы на моем канале. Теперь давайте от очень серьезного произведения перейдем к двум несерьезным произведениям. И, во-первых, это Gravity Falls графический роман, первая часть. В принципе, я вам его уже показывала и говорила, что, по сути, это первые три серии, просто как бы переведенные в графический формат, просто даже кадры из самого мультфильма этого замечательного мультсериала. Если вы любите Gravity Falls, то, конечно, вам это, скорее всего, понравится, но если вы не являетесь фанатом Gravity Falls, очень преданным, то вряд ли вам нужно покупать этот графический роман. Но, тем не менее, я его дважды прочитала, просто с огромным удовольствием, потому что я являюсь большой поклонницей этого мультсериала. И, кстати, вот это произведение обязательно будет на книжной ярмарке BookTube for Pets. Следующая книга – это Илья Варламов, знаменитый блогер, и не только блогер, и его книга «Путевые заметки». Эта книга также будет на нашей книжной ярмарке. Кстати говоря, в скором времени я сниму отдельное видео про книги, которые я лично отдаю для ярмарки BookTube for Pets, а также про те книги, которые были предоставлены нам издательствами. И вот это вот одна из этих книг. Итак, «Путевые заметки» – это, в общем-то, краткие такие очерки. Я даже думаю, что это, скорее всего, тот материал, который уже давно был представлен в ЖЖ Ильи Варламова. На данный момент, по-моему, он пришел на другую платформу, но я в этом не уверена. В общем, это его путешествия по разным странам мира. В данной конкретной книге представлены такие довольно редкие страны, которые, ну, самые, наверное, нетуристические, которые можно себе только представить, за исключением парочки. И в данной книге представлены фотографии Ильи Варламова из этих путешествий и некоторые его рассуждения. Ну, на самом деле, не то чтобы я разочарована этой книгой, по сути, это такой, знаете, небольшой фольт-альбом с некоторыми заметками. Если вы не являетесь большим поклонником Варламова, то, я думаю, вам эта книга, ну, не доставит какого-то большого удовольствия. Но если вам нравятся его фотографии, его стиль описания, то, скорее всего, вам эта книга принесет немало приятных минут. Следующая книга – это Нил Гейман и его «Звездная пыль». Кстати говоря, после прошлого ролика, в котором я опять рассказывала про свои сложные отношения с Нилом Гейманом, мне поступило несколько комментариев, в которых зрители писали про то, что я просто не понимаю Нила Геймана, и он такой замечательный автор, который черпает свои идеи из фольклора, и чтобы я почитала самые его знаменитые произведения, такие, например, как «Американские боги». Но я хочу отметить по этому поводу, что я совершенно не голословно утверждаю, что Нил Гейман – это не самый мой любимый автор, не потому, что я не читала его произведения, иначе бы я про всех авторов в мире могла бы сказать, что они не самые мои любимые, исключительно потому, что я не знакома с их творчеством. Дело в том, что я знакома хорошо с произведениями Нила Геймана, по крайней мере, с самыми известными его произведениями, и именно по этой причине я говорю, что он не мой любимый писатель, что всегда мне чего-то не хватает в его историях. В частности, точно так же случилось и со «Звездной пылью», которую, может быть, все-таки я еще перечитаю после прочтения его сборника, потому что она, по крайней мере, такая небольшая, не очень объемная, можно будет это сделать довольно легко. Но на данный момент у меня осталось от нее точно такое же впечатление, как и от предыдущих его историй, но, наверное, единственное исключение – это «Американские боги», которые мне понравились больше всего, что чего-то здесь не хватает в этой истории. В частности, мне не нравится произведение Нила Геймана тем, что он очень любит, знаете, такой, ну, какой-то рваный стиль написания. Сначала все идет очень неспешно, так радужно и красиво, потом вдруг случается что-то очень такое жесткое, из рук вон выходящее, либо это какое-то насилие такое кровавое, либо это описание сцен секса, потом все снова здорово, мило, и говорящие там бобры, единороги и всякие другие волшебные существа, а потом бах, и он пишет, и прошло уже 9 месяцев, за эти 9 месяцев они там плыли где-то на корабле, оп, они приплыли, и продолжается дальше такое неспешное повествование. Вот именно за это такой несбалансированный, какой-то рваный стиль повествования, который бросает нас то туда, то сюда, и вообще это все похоже, как будто в какие-то моменты ему не хватает, ну, на мой исключительно взгляд, терпения, чтобы дописать эту часть как-то более толково и более вдумчиво, я Нила Геймана и не очень люблю как автора. И опять же, сейчас я читаю его книгу очерков, с очень многими его мыслями я не согласна. Но опять же, это исключительно мое отношение, масса людей его очень любят, и кроме того, он все-таки признанный, заслуженный автор, так что это уже, знаете, такая вкусовщина. Ну, кому-то, в конце концов, Стивен Кинг очень сильно не нравится, ничего с этим не поделаешь. Следующая книга на сегодня это «Лонгборн. Гордость и предубеждение и жизнь и слуг» автора Джо Бейкера. Это, кстати, женщина. И я вам про эту книгу уже массу раз рассказывала в каких-то роликах, типа книжных покупок и так далее. И говорила еще тогда, что я ее уже прочитала, у меня какие-то неоднозначные впечатления по ее поводу. Но никак не могла вам рассказать более как-то полноценно про эти впечатления, ну, вот просто не представлялась возможности. В общем, расскажу. «Лонгборн» — это как раз гордость и предубеждение с точки зрения слуг, которые живут в этом знаменитом поместье. Это поместье, в котором живет семейство Беннет. То есть вот Элизабет Беннет — это именно героиня, которая живет в этом поместье. И параллельно с действием самого романа «Гордость и предубеждение» развивается не менее драматичная сюжетная линия, которая происходит с участием слуг. Рассказывает эта книга про служанку, которая, в общем-то, встречает свою любовь на протяжении этой книги, но и также про всякие злоключения слуг. Вот вы знаете, это в какой-то степени похоже на роман «Прислуга», но и на многие другие романы. Похоже на рассказ «Служанки» или, по-моему, «История служанки» Маргарет Эдвуд. То есть в этой книге очень большое внимание уделено именно описанию быта слуг, как они стирают, как они готовят. Мне лично нравятся подобные произведения. Я люблю вот эти описания каких-то, знаете, трудовых операций. Возможно, именно поэтому мне так сильно нравятся производственные романы Артура Хейли. И я как раз сейчас на них смотрю, как они мне подмигивают вот оттуда с полки. Но сама история, на мой взгляд, сама вот эта интрига, она была просто чрезмерно предсказуема с самого начала книги. И буквально там, я не знаю, с первой трети было уже все ясно. Кто, почему и зачем, и что произойдет дальше. И сам финал этой истории, как мне показалось, он довольно наивный. То есть он совершенно неправдоподобный и какой-то очень скомканный. Казалось бы, что большая часть этой книги заняли вот именно вот эти описания какого-то кропотливого труда, различных операций трудовых, которые выполняют прислугов поместья Беннетов. Но, в принципе, в этом есть определенное очарование. И я не жалею, что я прочитала эту книгу, но я не могу назвать ее какой-то выдающейся или как-то особенно вам ее рекомендовать к прочтению. Я бы сказала, что такое чтиво ровно на один вечер, о котором вы, скорее всего, забудете по прошествии недели. Ну и самая последняя книга на сегодня это книга «Зеркал», на которую, мне кажется, все уже блогеры сняли свои обзоры. И это роман, который написал Эуджен Чаровицы, про которого, кстати, тоже довольно много споров возникло по поводу того, как его все-таки правильно произносить. Ну, по крайней мере, на английском языке он произносится именно как «Чаровицы», и азбука для нас его перевела именно таким образом. Но, тем не менее, мне написали комментарий в одном из видео, что на его родном языке, по-моему, он румынский автор, если я не ошибаюсь, он произносится скорее как «Керович». И, честно говоря, когда я послушала его интервью именно на родном языке, так он там себя и называет. Поэтому здесь уже, знаете, вопрос очень такой сложный, приобретает разные грани, как же нам называть этого автора. Но раз азбука для нас его перевела как «Чаровица», давайте его так и будем называть. Хотя «Керович», конечно, ближе как-то к нашему языку. Итак, это роман-загадка, немножко похожий на ночное кино. По крайней мере, его активно сравнивают с произведением ночное кино. Но, на мой взгляд, он, конечно, более слабый, и даже за счет своего небольшого объема. То есть не такая там масштабная история, как в ночном кино. Рассказывает история про происшествие, которое случилось в доме профессора. И там и убийство, и сумасшествие, и амбиции, и любовь, и все на свете. Вот все есть в этой книге. Сюжет книги начинается с того, что литературному агенту попадает «Руки-рукопись», которая рассказывает про события, которые произошли, по-моему, 20 лет назад, или 30 лет назад. И он настолько сильно увлекается этой рукописью, что решает выяснить, что же там на самом деле произошло, потому что рукопись обрывается на самом интересном месте. И по мере этой книги появляются три персонажа, от имени которых как бы ведется расследование. Первый персонаж — это непосредственно автор рукописи, и следующие два персонажа — уже те, кто расследует это дело. На мой взгляд, роман получился действительно интересным, но ему, к сожалению, не достает того мистицизма и той загадочности, которая присутствует в ночном кино. Здесь основная идея романа — это ложные воспоминания, правдивые воспоминания, и как все это между собой переплетается. В принципе, читать действительно увлекательно, интересно, и очень хочется узнать разгадку этого романа. Хотя, с другой стороны, в какие-то моменты я была очень к ней близка, но, тем не менее, до самого конца так и не поняла, кто же все это сотворил, так скажем, и в чем же там был смысл вот этого самого главного события. По крайней мере, развязка там была довольно неожиданной. Могу порекомендовать вам этот роман, потому что он действительно такой производящий впечатление, заставляющий как-то думать потом некоторое время про то, могло ли это действительно все быть таким образом. И, кроме того, по поводу этого романа можно еще поспорить со своими, ну, я не знаю, друзьями, кто также его читал, что же там все-таки произошло, и кто займет, как бы, чью позицию, кто поддержит чью точку зрения на произошедшие события. Так что, я надеюсь, что я вас как-то заинтриговала этим романом, и вы все-таки с ним ознакомитесь. Но, опять же, если вы ждете от него того масштаба, который есть в ночном кино, такого мистицизма и глубокого психологизма, то лучше не ждите. Здесь все-таки попроще, но, тем не менее, довольно интересно. Ну, а я с вами на сегодня прощаюсь, рассказала вам про все книги, прочитанные на текущий момент, и обязательно заходите на наш сайт booktube.ru, не забывайте про нашу ярмарку, в ближайшее время я еще вам о ней напомню, я думаю, неоднократно, и ждем вас 14 мая. Всем пока и до встречи в следующих роликах на моем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова